Лена, привет. Привет. Для начала расскажи немного о себе. Я Лена Кава на сегодняшний день. Все меня знают как Елена Кавастьянова. Я певица, вернулась в музыку 10 лет тому назад, построила более-менее удачную карьеру. На самом деле эпично только то, что все начиналось именно здесь, в ДК «Энергетик» на втором этаже. 33 года тому назад я пришла поступать в «Веселые нотки». За три минуты до прослушивания изменила песню и не попала в «Веселые нотки». Зато попала в студию «Эстрадные песни» к Эдуарду Демиллеру. Мне было 12 лет, и с 13 лет я начала с Эдуардом Демиллером работать. Ну и, в принципе, работаю до сих пор. Есть ли у тебя дело, к которому лежит душа? Да, у меня есть дело, к которому у меня лежит душа. Конечно же, это музыка, это моя музыкальная карьера. Вы знаете, от судьбы не уйдешь. Это абсолютно точно, я могу сказать, потому что мне, когда было 18 лет, я на тот момент уже 6 лет успешно гастролировала, записывала песни, работала. И в 18 лет я ушла из музыки. И 15 лет спустя я вернулась, я поняла, что ну не уйдешь никуда. Если это твое, значит, он тебя догонит, значит, ты будешь этим заниматься. Я вернулась и, мне кажется, достаточно успешно вернулась. И второй эпичный момент в моей жизни. Ровно 25 лет спустя, опять же, в ДК Энергетик, уже на сегодняшний день это Женева, я вышла на сцену на втором этаже, на сцену дискотеки, именно ровно 25 лет спустя. То есть для меня это какие-то такие знаковые моменты, как говорится, откуда начинали. Поэтому, конечно, это дело всей моей жизни. На сегодняшний день я успешно развиваю авторскую свою карьеру. Мы записали совершенно недавно новый сингл. То есть это второй сингл. Первый сингл был где-то лет шесть, наверное, тому назад. И второй сингл слова «Музыка-аранжировка» Юрий Снитков мне сделал. Это прям вот моя песня. Мы отсняли видеоряд на эту песню. И мы уже дальше пишем следующий трек. И к осени уже его услышит наша замечательная публика. Дело всей моей жизни. Как ты к нему пришла? Как я пришла к своему хобби? Это вообще замечательная история. Вдруг ни с того ни с сего я человек, который, в принципе, не думал, что я буду когда-то заниматься музыкой, меня родители привели в хоровую студию. Меня туда не хотели брать. Как это ни странно. Потому что я не попадала ни в одну ноту. В итоге мой педагог по хромовому пению такая говорит, слушай, ну простучи мне что-нибудь. В общем, я что-то там... Она мне ритмику настучала. Соответственно, я ей это повторяла. Так, ладно, я тебя беру. Ну и попутно, конечно же, класс фортепиано был у меня. Я так попала в хоровую студию «Чайка». Отучилась я там, наверное, четыре или пять лет. И вдруг я поняла, что хоровое пение это вообще не мое. Вот от слова совсем не мое. И я хочу петь эстраду. У меня родители, мне мама говорила, ты о чем? И в итоге я, ну я такой упертый, целенаправленный человек. Я полгода каждый день перед зеркалом по четыре часа занималась. Я штудировала одну эту песню. Вот и все. Вот и кончилось это лето для того, чтобы поступить веселые нотки. Они тогда были на пике популярности. Это был сам такой топовый детский коллектив. И вот я целенаправленно к этому шла. Ну, как вот я уже вначале сказала, за три минуты до прослушивания я поменяла песню. И, конечно, я туда не прошла. Но я благодарна, на самом деле, этому, потому что я познакомилась с людьми, которые меня провели в немножко другой мир и показали мне сразу, что такое сцена, что такое работа с публикой. И до сих пор, вот я всем говорю, что, о боже, сценарный план — это вещь. В каком музыкальном жанре ты работаешь? На сегодняшний день у меня в репертуаре, наверное, больше тысячи песен. Я пою на семи языках. Я пою от шансона до джазового лаунжа. Есть такое понятие, как ресторанный певец. Я пою все, то есть от 70-х до 2023-го. Да, я могу сказать, что это не только мое мнение, это мнение многих ведущих радиостанций. Сегодня петь нечего. Ну, новых хитов, как таковых, их, в принципе, не выходит. Ну, чтобы ушло в банкетную, в ресторанную. То есть, ну, грубо говоря, «Белые розы, седую ночь» пока что еще не заменил никто и ничем. То есть, 8 лет назад, о боже, какой мужчина, это была самая часто заказываемая песня, то и 10, и 20, и 25 лет тому назад, «Седая ночью, белые розы» — это самая часто заказываемая песня так и осталась. То есть, те новые хиты, которые, эстрадные хиты сейчас выходят, это, ну, три месяца. Поэтому в жанрах я пою, конечно, практически в любых. И даже вам больше скажу. На этой неделе, в эту субботу у меня был корпоратив. Абсолютно гламурная моя хорошая знакомая попросила, там, ракешник забубенить. В перерыве я послушала, и мы это сделали. А есть какой-то жанр, который близок именно по душе, так сказать? Вообще все зависит от настроения. Иногда я прям хочу лайта. И это прям лирическая музыка, Карн Сауза, Кафе Винтаж, Мерлин Монро. Я прям кайфую от этого. Иногда мне хочется какой-то жесть. И это, там, видели ночь, гуляешься ночь до утра, районы, кварталы и все такое. Но в основном все-таки это такой танцевальный поп. Я вам больше скажу, что для меня в песне все-таки работа работой. Есть такое понятие зарабатывание денег и понятие для души. То есть Фредерико Феллини и Ягоду Малинку. Лично для себя я петь не буду. Но, допустим, совершенно недавно вышедший хит по польжку госпожа Успенской. Это прям вот мое-мое. Слова, музыка, душа, там все абсолютно. Как я говорю, что мне есть что сказать. И, соответственно, я все-таки за песни, в которых есть смысл. Ты являешься автором песен? В 90-е годы у меня были, по-моему, даже зарегистрированы. Если мне память не изменяет, то я поэт-песеник. В 90-е годы я пару песен своих пела. На сегодняшний день я доверилась полностью профессионалам. У меня есть свои песни, свои стихи. Я их не пою. Может быть, когда-нибудь что-нибудь я изображу. Но на сегодняшний день я за профессиональные тексты, и я полностью доверилась людям, с которыми я работаю. Какое выступление запомнилось больше всего и почему? Я когда читала вопросы, на самом деле этот вопрос у меня так... Я вчера такая думала, да, подумай завтра. Потом нет. В 2 часа ночи, когда мне сегодня не спалось, вы не поверите, я жарила сырники. И думала, какое же выступление на самом деле для меня вот такое было прям вау. И у меня почему-то вспомнился... В 90-е годы в Нарской крепости проходили Summer Fest. Это мне было... 17, наверное, мне было лет. Это мое первое такое было крупное выступление, когда... Я не знаю, сколько вмещает наша крепость людей. Она была просто битком. Я не представляю, сколько народу. И мы тогда... На тот момент я работала в ансамбле ретро. И с молодой командой мы пели песню «Нарский рок-н-ролл». Это самое запоминающееся мое событие, потому что в середине... Точнее, по-моему, на первом куплете ливанул дождь. Это было прям эпично. Помню этот момент толпы, звука, дождя. И это было настолько круто, что я до сих пор помню это. Почему именно это дело зацепило? Мне есть что сказать людям. Не могу сказать, что у меня легкая простая судьба, что у меня вот так вот все получается. Нет. То есть это путь, это труд. Это адский труд в какие-то моменты. Это куча комплексов, куча работы над собой. Я не устаю это повторять. Люди с легкой судьбой не идут на сцену. Я не знаю ни одного музыканта, ну, по крайней мере, в Эстонии, который бы пошел на сцену от того, что жить хорошо, жизнь прекрасна и все остальное. Нет. Когда у тебя все хорошо, все прекрасно, тебе, на самом деле, ну, нечего сказать. То есть, опять же, это песня на три дня. И то, дай бог, песня на три дня. То есть, если у тебя есть что сказать публике, ты врежешься в эту, в человеческую память. Поэтому те, кто на сегодняшний день, всех, кого я оценю, кого я знаю, это мировые звезды, это звезды нашего местного масштаба. Это люди, у которых внутри есть что-то. Если у тебя нет ничего внутри, то, соответственно, и человеческий фактор, и публика, она такая... То есть, она все видит. То есть, обмануть их невозможно просто от слова совсем. Поэтому это дело, потому что мне есть что сказать. Это на всю жизнь? Я думаю, что да. Единственное, что, конечно, за эти десять лет я стала очень фильтровать. Я стала фильтровать концерты, выступления, корпоративы, банкеты. То есть, я беру только то, что я хочу. И финальный вопрос. Что можешь посоветовать начинающим артистам? Всем начинающим. Помимо музыкальной школы, помимо музыкального училища, можно, в принципе, этого не заканчивать. Можно, да, действительно попеть в караоке и выйти на сцену. Можно. Но для этого я всем советую взять уроки у хорошего педагога, дабы я по сегодняшний день, ну, на своем личном опыте, я учусь и продолжаю брать уроки. То есть, я мало того, что там видео уроки, я беру реальные уроки. Хочу сказать, что это дело не дешевое. И для того, чтобы петь, то есть, опять же, расскажу маленькую историю. Мы болтали тут с одной группой. Мне задали вопрос, самое большое количество времени, сколько ты можешь петь? Я говорю, ну, самое большое было 12 часов. Ну, это 12 сетов по 40 минут. В смысле, я говорю, в прямом смысле, я говорю, да, сегодня, конечно, уже возраст, и я стараюсь больше пяти часов не брать. То есть, это, ну, два мероприятия. Допустим, два часа где-то отработала, ну, два сета отработала и три сета отработала. Но если вдруг получается, что больше, то, конечно же, ну, вот с перерывом там, или с переездом из одного города в другой, то есть где-то там, допустим, четыре часа отработала, час дороги, и там еще четыре часа отработала. Но я вам скажу больше, что я за это заплатила приличные деньги. Я училась у педагога, который меня научил этому. То есть, он меня научил 8 часов отпеть и на следующий день не сдохнуть. Это педагог, которая по методике мюзиклаф. То есть, когда я пришла на первый урок, она меня заставила ползать на карачках с микрофоном, прыгать через скакалку, крутить хула-хуп. Я говорю, ты что, издеваешься, что ли? Это что вообще такое? Она говорит, ты хочешь петь? Я говорю, я хочу петь. Я пришла к этому педагогу. Я пришла, я даже говорить не могла. То есть, пришла без голоса вот совсем. Потому что на тот момент я пела именно на горле. То есть, не на диафрагме, а на горле. И я говорю, ну, там, ты понимаешь, я не могу, там, та-да-да-да. Она такая, давай, я говорю, я не могу. И через 30 минут я запела. И когда сегодня, допустим, какой-то из музыкантов мне говорит, что я не в голосе, Ребят, учиться, учиться, еще раз учиться. Элипетона